Всем привет! Меня зовут Виктор Богуцкий, школа программирования и тестирования ПАСФ. Тема сегодняшнего видео во многом спровоцирована общением с некоторыми учениками, и она звучит очень просто. Меня спрашивают, а что мне делать, если мне кажется, или я так думаю, что я самый тупой студент в группе, все остальные понимают тему, а вот у меня что-то не получается, я трачу на это столько времени, а кто-то другой это делает быстрее, либо у него получается лучше в итоге. И такая вот штука случается, что вы себя оцениваете, вы себя оцениваете как самого последнего неудачника. И говорите, все пропало, как-то меня определили в какую-то группу с вундеркиндами, с экспертами, только я один почему-то чего-то не могу понять и не могу как-то разобраться во всех этих сложных вещах. Еще говорят, у вас все люди с опытом, все люди с опытом, только я один себя чувствую не очень комфортно. Или еще другая фраза, все не новички, я один новичок. Новичок, странно. Да, что мне кажется? Мне кажется, очень субъективно, как всегда, очень субъективно. Я думаю, что корень всей этой проблемы, всех этих вопросов, он далеко кроется, как обычно все наши психологические вопросы в далеком детстве. Или, может быть, просто подумайте, если вы задаете себе вопрос, были ли вы отличником в школе? Была ли у вас такая установка, что только пятерка и ничего больше? Вот я должен быть самым лучшим, меня должны хвалить больше всех. Да, мы хвалим своих студентов, но не настолько так, чтобы вот каждому приезжать в гости, или там каждому заглядывать в глаза и говорить, ты у нас самый лучший, ты у нас самый талантливый и так дальше. Да, то есть каждый студент, ожидаемо, да, очень ожидаемо, но не всегда так получается, должен быть эмоционально взрослым, эмоционально взрослым человеком. Не всегда так есть, не всегда так есть, можете просто посмотреть по сторонам, и вы поймете, что в окружении, в окружении кого вы живете. Ладно, это одна догадка, одна догадка, что, возможно, у вас была заложена такая система, что вы должны делать все лучше всех, если что-то делаете, а если не делаете, то не делать это вообще. Самое неправильное, самое неправильное в этом, это просто сказать, все, ничего не буду делать, я вот такой, как есть, закрываюсь обратно, иду в свою ракушку и буду там сидеть. Что ж, ваш выбор, вы вправе сами принимать решения за, и сами поступать, сами поступать и принимать решения, которые будут к чему-то приводить, либо обычно, конечно же, ни к чему не приводят, это те решения, которые, которые направлены на ничего не делание, а сидеть на месте. Сидеть на месте, не дергаться, стабильность, стабильность, это, это типа так важно, так ценно. На самом деле, если вы приверженец стабильности, то это не приводит, не приводит к результатам. Стабильность, это стабильность равно бездействия, или стабильность равно, наоборот, наоборот, ухудшение, ухудшение уровня, уровня вашей жизни. Но зато стабильно, вы сидите на какой-нибудь маленькой работе, на своей маленькой зарплате, зато стабильно. Поэтому для того, чтобы добиться новых результатов, нужно делать новые действия. Повторяя одни и те же действия, вы не получите новый результат. Это очень наивно предполагать, что делая одно и то же, даже во время обучения, делая одно и то же, вы получите новый результат. Всегда нужно делать много, всегда нужно делать много, всегда нужно делать это с пониманием того, что все то время, которое вы тратите на изучение материала, на посещение лекций, на общение с преподавателями, ассистентами и выполнение домашних работ, это все ваши инвестиции в себя, в свою будущую профессию, в свою будущую карьеру. Карьеру, которая не является ценностью сама по себе, она является просто способом достижения каких-то ваших личных корыстных целей. Ладно, давайте вернемся еще раз к обсуждению, что делать, если мне кажется, что все остальные умные, а только я один такой вот без таланта или без понимания чего-то. Мой вам совет, перестаньте это делать, перестаньте себя сравнивать с другими людьми, перестаньте делать вот этот вот лист забега. Мы не участвуем в гонке, мы не участвуем в гонке вообще, просто поймите это для себя. Обучение в группе, обучение программированию, тестированию, обучение в группе, у нас это не есть забег какой-то. Вот кто первый прибежал, вот тот молодец, чемпион. Нет, так не работает. Работает все очень просто и работает так. Если вы идете с нами, бежите, ползете, как угодно, но вы движетесь в направлении получения новых знаний, получения новых навыков, навыков, это очень важно, у нас есть, кстати, еще проект на эту тему, получения новых навыков работы, то вы получите то, что вам надо. Но если вы так резко стартанули, резко стартанули, и потом уже такие, что делать, ничего не получается, все, это программирование, тестирование не для меня, это вот они такие все умные, я один что-то не туда попал и так дальше. Вернусь-ка я обратно к своему привычному образу жизни и буду заниматься какой-то ерундой, потому что я всегда спрашиваю, чем ты занимаешься, что вы делаете, что вы делаете. И люди говорят, ну делаю одно, другое, третье. Я спрашиваю, нравится это делать? И многие говорят, ну делаю, потому что платят деньги, потому что вот как-то это помогает выживать. Если у вас стоит вопрос о выживании, то естественно, естественно, вы должны делать что-то большее, чем просто обеспечивать себя, свою семью едой и одеждой. Нечто большее, потому что это замкнутый круг. Ваш ресурс времени, ваш ресурс активного времени, когда вы можете работать, когда вы можете делать какие-то смелые поступки, он ограничен. Он ограничен вашим возрастом. Есть возраст для игр с детьми, когда вы маленький, с другими детьми. Есть возраст, когда вы социализируетесь. Есть возраст, когда вы набираетесь новых навыков и применяете себя. Есть возраст, когда вы созидаете, есть возраст, когда вы уже наслаждаетесь, созерцаете, когда вы уже где-то на пенсии и так дальше. То есть возможно, чтобы вы… ладно, возможно, невозможно. Ладно, короче, я думаю, что вы поняли мою мысль. И имейте в виду, что время ограничено, и это время нужно использовать очень эффективно. И когда вы себя начинаете оценивать, вот где я, вот где остальные, вы тратите на это время, вы тратите на эту энергию, которая для вас цена. Что я вам рекомендую делать? Просто делайте то, что вы начали делать. Если вы делаете это медленно, без разницы, это ваша скорость такая. Если вам нужно сделать больше подходов, чтобы к чему-то понять, ну да, такая скорость, ну что поделать? Ну вот так вы учитесь, такая ваша скорость в восприятии информации. Ну и пусть, ну и пусть, серьезно, ну и пусть. Ну что вы хотите исправить? Вы хотите ускориться, вы хотите как-то себя переделать? Ну если вот вы такой, как есть. Значит, просто делайте с той скоростью, которую вы можете делать. Без оглядки на то, кто сделал это быстрее, кто это сделал лучше. Мой вам совет, мой вам совет очередной. Если вы находитесь в группе со слабыми студентами, с такими же новичками, да, вы чувствуете себя комфортно. Важная штука, вы чувствуете себя комфортно. Но в комфорте нет движения. Да, вы чувствуете себя комфортно, вы можете вместе друг с другом поныть, пожаловаться. Вот там вот эту тему не понял, у меня нет опыта в программировании, я весь такой гуманитарий, я никогда к этому не готовился и так дальше. Вот это вот нытье друг другу изливать. Изливать это комфортно, да, это комфортно ныти какие-то свободные уши, лить туда, лить, жаловаться, ныть и прочее. Это очень комфортно, да. И есть люди, которые рады поучаствовать в этом, типа как обсуждение сплетен. И если вы чувствуете, что вы попадаете в такую атмосферу, где все друг другу жалуются, берите себя и уносите в сторону оттуда. Вам там не место, вам там не место. Нахождение в комфорте, когда у вас нет чего-то, что вас как-то подгоняет, как-то вот вас шевелит, когда есть какие-то примеры, к которым вы стремитесь, то это вас сохраняет на одном и том же уровне. Наши группы, они как-то специально не подбираются. Вот как люди пришли, так они и учатся. Кто-то приходит иногда на повтор, кто-то иногда что-то знал до этого, либо больше времени этому посвятил. Разная ситуация бывает. Но когда в группах есть разноуровневые студенты, это позволяет тем студентам, которые чуть-чуть отстают, ну или сильно отстают, это позволяет им стремиться смотреть, видеть других людей как пример. Вы их видите как пример. Если у него получилось, значит и у меня получится. Иногда задают такую штуку, очень не уважают такую вещь, говорят, «А, ну понятно, ну понятно, почему у нее получилось, потому что у нее муж программист, потому что он ей помогал». Я очень сомневаюсь, что муж программист чем-то будет помогать. Это чревато какими-то большими скандалами, когда муж берется за обучение. У вас вспомните, много ли случаев, когда муж учил свою жену вождение. Да? Понимаете, о чем я говорю? То есть навряд ли такое может быть. Иногда еще эти мужья программисты еще сильнее демотивируют своих жен. Но это не всегда так. Лучше, когда обучением занимается кто-то другой, а в себе свой мир и спокойствие. Так вот, когда вы тянетесь к другим людям и смотрите на их успехи, то это намного лучше, лучше влияет на вас. Когда у вас есть к чему стремиться, вы видите, ага, у него получилось. Что нужно делать? Что нужно делать в этом случае? Если вы видите у кого-то, что получилось, общайтесь с ним, спрашивайте, что ты делал такого, что я где-то упустил? Как ты это сделал? Почему так получилось? Расскажи мне, каким образом ты это сделал? Может быть, какой-то трюк, в общем, общение. Общение и делитесь опытом. Даже почему существуют загородные клубы, типа элитные гольф-клубы? Вы думаете, они приходят туда для того, чтобы поиграть в гольф? Думаете, гольф настолько интересная игра, что они туда приходят? Гольф — это такая игра, где не нужно особо напрягаться. Это место общения. Это место общения богатых, очень богатых людей. Они приходят туда для общения со людьми своего уровня, либо с уровня выше, для того, чтобы узнать, что ты делаешь, каким образом у тебя это получается, получить вдохновение. Когда вы идёте к людям, кто сильнее вас в обучении, в программировании, в бизнесе, в каком-то искусстве, у него есть какой-то специфичный навык, которому вы хотите научиться, то вы у него научитесь, если он сильнее вас, и у вас есть какой-то общий язык, вы понимаете друг друга. То есть те люди, кто что-то понимает, кто что-то умеет делать, они сами с удовольствием поделятся этим опытом. Если люди ведут себя так высокомерно, то они не эксперты, они эксперты. Любой знающий человек, в чём-то разобравшийся, с удовольствием с вами поделится этой информацией. А псевдоэксперты, они уже будут себя как-то вести, то есть недостойно. Короче, я думаю, вы поняли мои выводы из этой ситуации. Если вы, давайте так их резюмируем, если вы чувствуете, что вы себя начинаете оценивать, вот я такой, вот я не такой, просто прекратите это делать. Прекратите это делать. Никак не связана ваша скорость обучения с тем, как удачно сложится ваша карьера. Это не связано. Главное, действуйте. Важно не тот, кто прибежит первым, а важное достижение тех людей, кто просто добежит до этого. Добежит, дойдёт, доползёт. Как угодно. И завершающий мой совет. Кооперируйтесь и берите пример с тех людей, которые лучше вас, которые сильнее вас. И общайтесь с ними, получайте вдохновение от этого. Но никак нет демотивации. Вы станете таким же экспертом, вы станете таким же примером для кого-то другого, для тех людей, которые придут на несколько недель, может быть, на несколько месяцев позже, чем вы в обучении, и вы будете помогать им. И вы будете таким же экспертом, и вы будете таким же самым умным студентом в этой группе. При этом ещё ваша социальная роль, социальное влияние, оно тоже будет увеличиваться. Поэтому будьте позитивны, всегда общайтесь, берите опыт, набирайте навыка, и общайтесь, получайте мотивацию от более опытных программистов, тестировщиков, либо специалистов в своей сфере. Всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки, колокольчики, а также пишите темы видео, которые вам было бы интересно услышать в моём исполнении. Всем спасибо.